Ты кто такой, чёрт возьми? Я вопросительно посмотрел на него. Не прикидывайся давай. Я уже понял, что ты никакой не пионер и никогда и здесь не был раньше. Что значит твоё не пионер? А перед началом этого видео попрошу поставить лайк и написать любой комментарий. Это поможет в продвижении канала. Спасибо! Здарова, братаны, вы на канале Этифплей, меня зовут Евгений. И сегодня мы будем продолжать проходить последнего героя. Так что погнали! А чем тебя не устраивает классическая литература и история? Да, это конечно очень интересно. Но мне бы узнать что-нибудь действительно нужное. Каждый пионер должен сам знать, как разводить костёр в полевых условиях. Да и об этом нам расскажут ещё в первый день нашего прибытия. Рассказывали. Но я только сегодня оказался здесь. Значит, спроси вожатую. Может устроить тебе краткий курс молодого пионера. Понял. Кстати, может ты знаешь. А как далеко это место от города? Километров 500, может 700. Да, это жёстко. Да и машины здесь почти не ездят. Так что не сбежишь ты так легко отсюда. Печальная перспектива. А чем тебе тут не нравится? Вроде бы здесь хорошо, но я себя здесь чувствую словно не в своей тарелке. А как ты привык жить? Долго рассказывать. Да и устал я за сегодня. Пойду-ка лягу спать пораньше. Уже спать идёшь? Тебе сколько лет-то старче? Знаешь, прозвучит глупо, но мне иногда кажется, что я правду уже прожал целую жизнь. А мне кажется, что ты слишком забил себе голову всякой ерундой. Возможно и так. Покинув библиотеку, я ориентировочно прикинул, где находится домик вожатый, и направился в ту сторону. Как же быстро наступил вечер. Даже не заметил, как день подошёл к концу. Или, может, тут время быстрее идёт. Ладно, хватит придумывать. Это сплюсь, и голова лучше работать будет. Ложиться в такое время для меня было совершенно не характерно. Но усталость заметно выбивала почву из-под ног. Так как же я загонялся за сегодня? Эй, бродяга! С хлопком по плечу раздалось сзади. А, это ты? Как глаз? Подлатали меня неплохо. Смотри, даже следа нет. А ведь в самом деле, от синяка ничего не осталось. Это благодаря нашей медсестре Виолетте такие чудеса. Вот. Видно, я в ней ошибся. Куда направляешься? В свой домик. Вздремну немного. А может и до утра посплю. Ещё же ужин впереди. Да я и в обед хорошо поел. До завтрака дотяну. Как знаешь. Хотя думаю, что завтра у тебя будет день. Не из лёгких. И хорошо выспаться. Неплохая идея. Спокойной ночи, значит. Шуточно добавил он. И протянул руку на прощание. Тебе тоже всего хорошего. Пожав руку и электронику, я продолжил идти. Дойдя до конца площади, мне попалась по дороге недовняя бедняжка, которую я чуть не сшиб перед обедом. Неожиданно для меня она заговорила первой. Может, ты произвёл сегодня впечатление на всех в столовой, но меня точно не проведёшь. Чё? Пока я не знаю, кто ты такой на самом деле. И чутьё мне подсказывает, что доверять тебе не стоит. Да больно надо. Безразлично отрезал я и продолжил шаг. Мне принципиально не хотелось реагировать на неё. Продолжая шагать по площади, я надеялся, что отвязался от неё. А ну стой! Каким-то образом оказавшись впереди меня, она продолжала пилить меня своим взглядом. Я хотел её обойти слева и справа. Она всё равно перекрывала мне дорогу. Остановившись, я перевёл взгляд на неё и упер руки в карманы. Подойдя ко мне вплотную, она взяла меня за плечи и решительно спросила. Признавайся, кто ты такой? Ого, а можно не так настойчиво? Нет, нельзя. Ну хотя бы давай дистанцию побольше сделаем между собой. Чтобы кто-нибудь из проходящих чё не подумал. Да мне всё равно на проходящих. Мне важно узнать, кто ты на самом деле. Из какого ты города? Сколько тебе лет? Почему решил отправиться в этот лагерь? Интервью я давать не собираюсь. Ну, всего на один вопрос ответить сможешь? Ты мне можешь рассказать о своих родителях? Этот вопрос словно давящим эхом прошёлся мне по ушам. Я не стану этого делать и не вяжись ко мне по таким вещам. Как можно раздражительнее, ответил я. Есть такие вещи, о которых лучше не вспоминать. Бля, я пропустил, что там ещё было. А такие, как ты, лезут в чужую жизнь, не понимая, что могут поднять в памяти человека. После моего грубого ответа она замолчала и виновата опустила голову. Оставь меня в покое, а? Опять сорвался. Ну да ладно, сейчас не до этого. Жить буду, значит, в домике вожатой. Постучавшись, я зашёл внутрь. Хотя зачем стучусь? Я же тут всё равно прописан как жилец. Ольга Дмитриевна что-то искала в шкафу. Я не стал мешать и прошёл мимо. А, это ты, Андрей? Раздалось за спиной. Да, что-то я устал за сегодня. Посплю-ка, пожалуй. Скинув обувь, я упал на кровать лицом в подушку и закрыл глаза. Ты что, сейчас с женой ужин пора идти будет? Я пробормотал сквозь подушку что-то вроде отказа, махнув рукой. Ладно, спи, может к ужину проснёшься. Когда Ольга Дмитриевна ушла, я достал наушник и включил плеер на минимальный звук. У меня была дурная привычка засыпать под фон. А здесь была такая тишина и спокойствие. А пока можно поразмыслить о сегодняшнем дне. Итак, ничего не понятно и дальше становится всё только хуже. Версия с розыгрышем отпадает. У меня совсем не остаётся вариантов. Но я точно знаю, в этом замешана та девушка из парка. Прошёл уже месяц после нашего знакомства с Шустром. Денег мне не хватало. Да и азарт перед каждой нашей авантюрой придавал энтузиазма. В мою некогда скучную жизнь. Но просыпаясь утром, я понимал, что сегодня мы вновь рискуем потереть всё. И от этого мне было паршиво на душе. Каждый такой поход мог поконч... Мог кончиться неудачей. И придётся отвечать за все наши грехи. Шустрого, похоже, это не волновало. Но я никак не мог с этим смириться. И всегда просыпался утром с серой маской на лице. Был обычный пасмурный день. Я шёл по заброшенному району старого метро. Шустрый сказал, что здесь будет лежать одна вещь, которую ему подогнал информатор для следующего дела. Я не стал вникать в подробности, да и обещал... Он... Да и обещал он рассчитаться слишком прилично за простую доставку. Найти посылку было несложно. Шустрый в подробностях описал место. Взяв коробку с чем-то тяжёлым, я уже взял курс обратно. Как услышал из заброшенного подземного перехода в метро чей-то голос. Это ещё кто там промышляет? Спрятав посылку Шустрого под ближайший перевернутый бак, я осторожно спустился посмотреть, что там. Приблизившись к источнику звука, я встал за угол и прислушался. Голоса, которые я услышал, были мне уже знакомы. Ты чё, не врубаешься? Лучше не шути с нами так, поняла? Это голос одного из подонков, которые напали на меня в переулке. Я осторожно выглянул из-за угла. Я же уже вам говорил, а я понятия не имею, как вскрывать замки. Серьёзным тоном ответила девчонка тройки парней. Кого ты тут пытаешься развести? Или за дурачков нас держишь? Зачем держать? Тут и так всё понятно. Ах ты су! И чё вам от неё надо, урода? Я не спеша вышел из укрытия. Тройка гопников сначала вздрогнула от моего неожиданного появления, но через мгновение выпрямилась, показав свой звериный оскал. Слышь, а ты чё за придурок, ёпта? А может, это ты придурок? Стой, это же тот парень, которого Шустрый недавно спас. Да-да, точно этот... Точняк! В этот раз тебе никто не поможет. Можешь сразу готовить место почищенной земле. Где мы тебя валять будем? Как бы не так. Но ты можешь ещё убежать, как последний отшёл... Не дожидаясь, пока он договорит, я без промедления беру разбег и влетаю ему с колена под дых. Увидев, каких браток укатился на пару метров без сознания, остальные опешили. Водка, отвали его! Долго соображаете. Не сбивая напора, я поворачиваюсь к следующему противнику. Я отправляю ему в щёку хороший хук правой. Теряя равновесие, от такого удара он падает с воплем. Держась руками за лицо. Последний зашёл мне в спину и уже схватил меня за торс, пытаясь поднять и опрокинуть на землю. Взяв размах локтем, я бью ему по челюсти. Как только подонок ослабил хватку, вырываюсь из захвата и в ту же секунду с разворота бью ему ногой вбок. Падая на спину, он больше не мог подняться. Из всех трёх, лишь один ещё мог стоять. Тот, которому я вмазал по роже. Он уже отошёл от моего удара и медленно поднимался на ноги. Заметив, что его кореша уже лежали без сознания, он попетился назад. Глаза его быстро забегали. Ноги начали трястись, а лицо приняло выражение отчаяния. Сжав кулак, я направился на него. Не, ну понятно, как они все встретились. Это не настолько интересно. Проснувшись от непонятного чувства, я спустил ноги с кровати и осмотрелся. Я ещё был один в домике. Так вот, кто меня разбудил. Всё-таки надо было сходить вчера на ужин. Поднявшись с кровати, я подошёл к окну. В некоторых домиках горел свет, но дорожки лагеря все были пустыми. Часы показывали пол одиннадцатого ночи. Вдруг я заметил на столе ещё кое-что. А именно, лежащее на белой тарелке и съедобное. Это было большое яблоко. Скорее всего, принесённое вожатой сужено для меня. Взяв его в руки, я вышел на крыльцо домика и закрыл за собой дверь. Неплохое на вкус, хоть притуплю чувство голода. Надо будет поблагодарить её завтра. Выбросив огрызок в кусты, меня вдруг посетила идея. Может, прошвырнуться по лагерю? Так и сделаю. Пройдя площадь, я подошёл к зданию клубов и вдруг услышал позади чей-то смех. «Ничего это мы не спим!» «Тут же вопрос могу задать и тебе!» Спокойно ответил я. «Антез Мельчак, тебе говорили?» «Бывало». Усмехнувшись, пионер оглянулся по сторонам. Вдруг он сделал серьёзное выражение лица и спросил. «Ты кто такой, чёрт возьми?» Я вопросительно посмотрел на него. «Не прикидывайся давай! Я уже понял, что ты никакой не пионер и никогда и здесь не был раньше!» «Что значит твоё, не пионер?» «А то, что ты прибыл сюда так же, как и я!» «Чё ты блажишь-то? Хочешь, чтобы нас услышали?» «Повторю, я не понимаю, о чём ты!» «Похоже, ещё только первый круг мотаешь!» «Понятно!» «Сейчас с тобой бесполезно говорить!» «Но когда потеряю счёт этим пробежком, ты меня ещё вспомнишь!» «Циклы не здешние и прибыл так же...» «Чё он тут несёт?» Сказав это, пионер развернулся в сторону леса. «Ты откуда собрался?» «Ещё увидимся!» «Не сомневайся!» Громко засмеявшись, он ушёл куда-то в лес. «Он в лесу, что ли, живёт?» «Не хотел бы я ходить ночью там!» Плюнув на землю, я достал из кармана пачку сигарет. «Всё-таки зря я их таскаю с собой!» «Застукает ещё, потом проблем не оберёшься!» «Ай-яй-яй-яй-яй!» «Как нехорошо!» Раздался голос Алисы за спиной. «Как же вовремя!» Я быстро спрятал пачку в переднем кармане рубашки. «А, это ты?» Алиса подошла ко мне, ближе, и прищурившись хитро сказала. «Чё это мы прячем в карманах?» Я спокойно вывернул карманы штанов наизнанку. «А в рубашке?» Я понял, что больше нет смысла играть в эту клоунаду. «Хорошо, раскусила. Это не мое. Но ты мне вряд ли поверишь». «Да не отникивайся, ты придумал бы что-нибудь поинтереснее в самом деле!» Я решил более не продолжать эту тему и сразу перейти к итогу. «Расскажешь, вожатый?» «Нет, если дашь попробовать». Вытащив из кармана сигареты, я легонько подкинул их Алисе в руке. «Да хоть всю пачку забирай». «Ого, а тебе не жалко?» «Нет». «Но я бы на твоем месте выбросил их. Ни к чему хорошему это дело не приведет». «Отчего сам не выбросил?» «Не успел». «Я подумаю, но спасибо». «Кстати, а почему ты в такое время тут ходишь?» «А ты вожатая, что ли?» «Какая разница, что я тут делала?» «Не вожатая, но лучше бы дома сидела». «Тут не только я прогуливаюсь». «Слышала я этого Семена с тобой тут?» «Не парься, меня выручать как славию не придется». «Я и не волновался, только предупреждаю». «Отведя взгляд в сторону, хмуро добавил я». «Ладно, слушай, почему ты не пришел после обеда на спортплощадку, как обещал?» «Эм, да я хоза». «Чуть не пришлось». «От ее грустного взгляда мне становилось не по себе». «Мне в самом деле не стоило забывать о своем обещании». «После бурных событий в столовой у меня совсем все вылетело из головы. Давай завтра». «А если захочу сейчас?» «А че бы нет-то, ага». «Возможно, я еще пожалею о своем решении». «Но все-таки сам виноват, что забыл про наш с Алисой уговор». «А давай, где хочешь тренироваться?» «В ответ Алиса засмеялась». «Как же тебя легко провести печальным личиком, Балда!» «Не в моих принципах отказывать. Особенно после того, как сам облажался». «Да не парься, завтра так завтра». «Только в этот раз точно не забудь». «Не сомневайся». «Ладно, не будем здесь задерживаться. На утренней разминке увидимся». После того, как Алиса скрылась из виду, я начал думать, куда еще можно прогуляться. «Вот черт, карту-то я выложил в домике еще вчера». «Хотя отсюда видно вход в лагерь». «Почему бы не сходить до него?» «Ворота были закрыты на навесной замок». «Но от этого мне только больше захотелось выбраться наружу». «Этому замку меня здесь так просто не удержать». «Но мы же вроде умеем скрывать». «А что, если мне его попробовать открыть?» «Ведь я уже открывал такой, правда, вместе с Лис». «И еще у меня нет с собой ее отмычек, так что придется открывать чем-то другим». «Поровшись по карманам, я нашел в одном пару скрепок». «Бинго». «Хорошо, что я послушал про замену отмычек подручными материалами». «Разогнув скрепки и сделав один изгиб под прямым углом на одной, я начал прокручивать голос Лис в голове». «Проталкиваем одну проволочку в замочную скважину и пытаемся сдвинуть личинку в сторону открывания, держа ее в напряжении». «Второй проволочкой начинаем искать внутренние защелки, бла-бла-бла-бла-бла». «Теперь только повторить это на практике нужно. Делов-то». «А вот сможет он повторить или нет, мы узнаем уже в следующий раз». «Сегодня на этом все, так что всем спасибо за просмотр и всем пока». «Вернись ко мне, моя мечта, из уголков, из той вселенной, верни мне жизнь и согревай, освободи меня из плена».